В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Первый раз в первый класс. 1 апреля стартует прием документов от родителей будущих школьников. Преступление и наказание ВВД подвели итоги работы. Начало финальной серии. Хоккейный клуб Саров приглашает болельщиков на матч. Далее расскажем обо всем подробно. Правительство сформировало еще один пакет предложений по поддержке экономики. Для мер, которые уже вошли в план первоочередных действий, готовятся изменения в законы и нормативные акты. Они выходят почти ежедневно. В нынешних условиях многим важно оперативно наладить серийное производство материалов и комплектующих, ранее поставляемых из рубежа. Поэтому будет донастроена специальная программа по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Проект соответствующего постановления уже внесен в правительство. Кроме того, возможно, упростят регистрацию фармацевтической продукции и медицинских изделий. Также правительство может изменить их закупочные процедуры, субсидировать процентные ставки по кредитам для производителей и дистрибьюторов. «Есть предложения по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий. У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и для профильного бизнеса», – подчеркнул Михаил Мишустин. 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Как он будет проходить, в какие сроки и каким образом родители будущих школьников могут подать документы, рассказала директор департамента образования Наталья Володько. Около 950 первоклассников в этом году переступит порог саровских школ. Прием заявлений стартует 1 апреля в 10 часов. С этого дня и до 30 июня подавать документы могут родители, чьи дети живут на закрепленных за школами территориях. Прописка не будет учитываться только если в школу идут дети, чьи братья или сестры уже там учатся. Раньше этим правом могли пользоваться только полнородные братья и сестры. Теперь у таких детей общим может быть хотя бы один родитель. То есть им не обязательно проживать в одной семье. И так как они пользуются правом преимущественным, соответственно, они подают в первую волну. Также с 1 апреля по 30 июня они совершенно спокойно могут подать документы в образовательную организацию. То есть они поступают не на свободные места, а пользуются преимущественным правом. Кроме того, в соответствии с законом о полиции, с законом о статусе военнослужащих, дети определенных категорий граждан имеют первоочередное право поступления, но при этом уже учитывается их прописка. С 6 июля учебные заведения будут принимать первоклассников независимо от прописки, если есть свободные места. Перечень всех необходимых для поступления документов размещен на сайтах школ и департамента образования. Подать заявление можно несколькими способами. Сейчас существует большое количество способов для подачи заявлений в первый класс. Это портал образовательных услуг Нижегородской области. Это региональный портал государственных услуг. Это лично образовательную организацию. Сохраняется право родителей подать через МФЦ. Также родители могут подать заявление на электронную почту образовательной организации, но специально созданную. То есть нужно быть внимательным, на какую электронную почту родитель должен отправить свое заявление. А также через услуги связи. Департамент образования обращает внимание, что гимназии 2, лица и 3, и 15 не принимают детей в первые классы. Кроме того, в марте изменились закрепленные за образовательными организациями территории. В большей степени это коснулось 17-й школы. Она уже не может вместить в себя то количество детей, которые были прописаны в домах, относящихся к ней. Кроме того, поменялись территории, закрепленные за Центром образования и 12-й школой. С актуальным списком домов можно ознакомиться на сайте Департамента образования. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Открыт прием заявок на участие в проекте «Ньюклер Китс-2022». Он пройдет в июле-августе. Организатором выступает Департамент коммуникации Госкорпорации «Росатом». Принять участие в проекте могут дети сотрудников предприятий атомной промышленности и жители ЗАТО России в возрасте от 11 до 16 лет. Подробности на официальном сайте newkids.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Два ребенка провалились под лед Нижегородской области 22 марта. Произошло это в разных районах региона. Как сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале, обошлось без травм и все живы. Чиновник напомнил, что важно соблюдать элементарные правила безопасности. Весной выходить на лед опасно для жизни. Это лето будет жарким, обещает гидрометцентр. Также прогнозируется большое количество аномалий. Температура воздуха в апреле-сентябре на большой части России будет около или выше своей нормы. Синоптики также предупреждают о возможных ранних лесных пожарах, в том числе на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Кадровый состав, служебное жилье, поиск пропавших без вести на пресс-конференции руководители Саровской полиции рассказали журналистам об итогах работы в 2021 году. Меньше стало краш и грабежей, но на 77% выросло количество преступлений, связанных с посягательствами против личности. 48 вакантных мест. Штат сотрудников Саровского ОВД укомплектован не полностью. Чтобы привлечь иногородних работников, решают вопрос со служебным жильем. К лету 2024 года планируют достроить дом на 72 квартиры на улице Раменской. Кроме того, необходимое среднее, профессиональное или высшее образование на службе в МВД можно получить бесплатно, рассказал журналистам Андрей Чернышев. Так что, если кто хочет построить карьеру в полиции, в принципе, реально, и начиная с самого младшего звена, получив бесплатное образование, и дальше проходить службу, в том числе и руководителя территориального органа. Все это реально. Помимо кадрового вопроса, собравшихся волновала проблема поиска пропавших людей. Напомним, три человека в Сарове числятся пропавшими без вести. По одному факту возбудили уголовное дело по статье 105 убийства. Двое других отправились на прогулку в лес и больше не вернулись. Их поиски сотрудники правопорядка планируют продолжить, как только сойдет снег, пояснил Андрей Анатольевич. Шансы найти их живыми крайне малы, добавил он. Также начальник Саровской полиции рассказал об основных итогах работы за ушедший год. Вызывает обеспокоенный значительный рост количества посягательств против личности на 77% с 45 до 80, в том числе отнесенных к наиболее опасным, на 22% с 9 до 11. В структуре преступлений данного вида наиболее опасным является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На территории города в 2021 году было зафиксировано 8 таких преступлений, в 2020 году 5, а также одно убийство. Обсудили ситуацию на дорогах города. На 24% увеличилось количество ДТП с пострадавшими. На 42% возросло число происшествий по вине пешеходов. Основные причины ДТП – нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение требований дорожных знаков, превышение скорости, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда и выезд на полосу встречного движения, рассказал собравшимся Александр Косенков. К сожалению, мы имеем трех погибших на дорогах нашего города. Здесь у нас снижение с 4 до 3. Напоминаю, в 2020 году погибших было 4. Снизились мы также по количеству ДТП с участием несовершеннолетних. Напоминаю, что снижение у нас несколько лет подряд уже идет. Таких ДТП было зарегистрировано 10 против 13 в 2020 году, в которых 11 несовершеннолетних пострадали. По вине нетрезвых водителей в 2021 году произошло 9 аварий. Здесь статистика по сравнению с 2020 годом осталась без изменений. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Роспотребнадзор снимает антиковидные ограничения с детских лагерей отдыха, сообщили ведомстве. Благодаря этому в загородных лагерях летом сможет отдохнуть больше детей. Как рассказала глава санитарного ведомства, Анна Попова, изменения предполагают, среди прочего, возврат 100% наполняемости загородных лагерей. Также вновь появится возможность проведения выездных экскурсий и массовых мероприятий в лагерях на открытом воздухе. Снимут и другие ограничения, которые были введены в условиях распространения различных штаммов коронавируса. Попова уточнила, что этим летом откроется около 37,5 тысяч лагерей. В них смогут отдохнуть более 4 миллионов детей. Поддержать детский отдых также поможет программа детского кэшбэка, которую решили запустить и в этом году. По словам руководителя Ростуризма Зарины Дагузовой, продажи путевок в детские лагеря стартуют в ночь на 31 марта. А отправить ребенка в детский лагерь с кэшбэком можно будет с 1 мая на протяжении всего лета, пишет российская газета. По условиям программы, возврат, как и в прошлом году, составит 50% оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карту МИР в течение нескольких дней. Оплачивать путевку нужно этой картой. Семьи, где много детей, смогут вернуть 50% от стоимости каждой купленной путевки. При этом количество поездок на каждого ребенка также не ограничено. Профтренд для начальной школы Дворец детского творчества Ивниев продолжает профориентационный проект. В этот раз вместо старшеклассников азы профессии, востребованных в ядерном центре, постигали ученики начальных классов. Подробности далее. Несколько лет Дворец детского творчества Ивниев реализует городской проект Профтренд, который направлен на профориентацию ребят 4-11 классов. Пришло время расширить горизонт и включить в программу начальные классы. В качестве эксперимента выбрали учеников центра образования. На базе школы прошла игра по станциям «Привет, Бэби Скиллз». Команды 1, 2 и 3 классов знакомились с особенностями работы химика, инженера-конструктора и кондитера. Не секрет, что человек счастлив, когда он реализован в любимой профессии. По подсчетам 60% выпускников вузов, к сожалению, идут в дальнейшем, выбирают профессию, не связанную со своей специальностью. Поэтому мы пытаемся, чтобы наши ребята на профессиональных пробах попробовали себя. Три команды по очереди переходили по трем станциям. Ребята выполняли определенные задания. Например, нужно было сконструировать и представить машину будущего, провести опыты с растворами и понять химию процессов, украсить заготовку пирожного, создав авторское изделие. Мы сейчас здесь проводим эксперимент. Вообще, насколько детям это будет интересно, доступно, понятно и полезно. Если все сложится, то мы введем это в практику и для других школ тоже. Неподдельная радость и оживление царили на всех трех станциях. Ребята наперебой отвечали на порой непростые вопросы. Старались заслужить жетоны за правильные ответы. Хотя гонка за призами – это не главное. Итогом квеста можно считать новые знания и хорошее настроение. Мне понравилась химия больше всего. А чем понравилась химия? Ну, тут опыты разные. Было весело. Мне больше всего понравилась площадка кондитер. А почему? Потому что я очень люблю и сладенькое, и мне очень нравится это делать. Проект «Профтренд» продолжается. 6 апреля в Дворце детского творчества ученики 9-10 классов узнают секреты радиотехников. А 21 апреля в лицее номер 15 планируют химический квест для 7-8 классов. Егидерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Концерт «Учитель-ученик» в детской школе искусств номер 2 прошел в третий раз. Юные воспитанники школы выступили на одной сцене вместе со своими преподавателями в дуэтах, трио и ансамблях. Первый выход на сцену – всегда волнительный момент для артиста даже с большим опытом. А уж тем более для тех, у кого вступление перед публикой – дебют. На концерте «Учитель-ученик» играли и те ребята, которые занимаются музыкой всего несколько месяцев, и более опытные воспитанники детской школы искусств номер 2. Такой музыкальный вечер проходит в стенах школы в третий раз. Обычно такие фестивали проводятся как раз во второй половине года и весной. Весна – это вообще конкурсное и фестивальное время. Почему? У учеников готова программа. У них есть что показать. Они могут сыграть так, что удовольствие доставят и себе, и окружающим. Главная особенность концерта – ученики выступали на одной сцене вместе со своими преподавателями в дуэтах, трио, секс-сетах и ансамблях. Денис Китин играет на гитаре два года. За это время он становился призером конкурсных фестивалей. У Дениса – музыкальная семья, поэтому с 7 лет и он начал учиться играть на инструменте. Мой папа играл на многих инструментах, он мне говорил, и брат на синтезаторе. Меня в 7 лет на гитару отпустили, но мне понравилось. Есть у меня песня «Ронда» и «Поехал казак на чубину далекую». Мы их давно, уже нормально получается, но их мы еще не будем на сцене. Ярким народным вокалом порадовал гостей вечера ансамбль «Горница». Юная вокалистка ансамбля Варвара Надысина учится в детской школе искусств номер 2 третий год. До концерта учитель-ученик. Она впервые выступила в дуэте вместе со своим преподавателем. Я исполняю песню «Я с Камариком» со своим преподавателем Оськиной Ириной Слайной. Я исполняю русские народные песни и впервые в дуэте с учителем. В мае образцовый ансамбль народной песни «Горница» выступит в Доме молодежи в честь своего 20-летнего юбилея. А в апреле детская школа искусств номер 2 ждет гостей на концерт, посвященный Международному дню танца. Господин танец приглашает. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Хоккейный клуб «Саров» вышел в финал чемпионата Нижегородской области в высшей лиге. Последний раз такого успеха наши игроки достигли 17 лет назад. Тогда «Саров» выступил в финальной серии команде «Торпеда» из Лыскова. Последние три сезона наша команда проигрывала в полуфинале старту из Таншаева. С давним соперником «Сарову» предстоит встретиться вновь. Первый матч финальной серии пройдет в субботу 26 марта в 15 часов в Ледовом дворце. Поддержка болельщиков очень важна для нашей команды. Такая атмосфера складывается, что мы готовы побеждать для таких болельщиков. Мы будем вести прямую трансляцию матча на канале «Саров-24» и на нашем канале в Ютубе. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин